Мы, конечно, изучили этот опыт мировой. И то, что сейчас делается, вот на очереди земельный кадастр. Что такое земельный кадастр? Это размежевание земли между собственниками. Сегодня собственники это пайщики, владельцы земельных паёв и местные органы власти. Так сказать, коммунальная собственность. Земельный кадастр, закон о земельном кадастре только принят. И нам нужно очень большую работу провести, чтобы он действительно выполнял ту роль учёта земли, которая предусмотрена законом. Следующий этап – это подготовка системы аукционов и так далее. То есть перед тем, как земельный рынок в Украине начнёт работать, нам ещё нужно принять, наверное, по меньшей мере, 5 или 6 или 7 законов различных. И только тогда он начнёт работать. Но, учитывая, вы совершенно правильно сказали, учитывая огромное недоверие людей к этому вопросу, мы, конечно, должны проводить колоссальнейшую работу, разъяснительную, с людьми. Второе чтение приостановлено именно потому, что нужно разъяснительную работу провести? Второе чтение остановлено не потому, что оно просто, как говорят, механически остановлено. Нет. Идёт работа над доработкой этого закона. Там внесены тысячи поправок в этот закон. Они ещё не обнародованы. Как к этому отнесётся народ? Сейчас вот с фермерами идёт работа. У нас же есть арендодатели, и это, так сказать, собственники поёв. И те, кто арендует землю. Вот эти отношения между этими людьми, государством, их нужно упорядочить. И сегодня понимание этого вопроса, глубокого понимания этого вопроса, пока не достигнуто. И, конечно, мы не должны пренебрегать мнением и точкой зрения людей. Очевидность выгоды в одном вопросе есть для собственников поёв, в другом вопросе для фермеров. Есть конфликт интересов. Ну и у нас есть крупные владельцы, или, вернее, те, кто арендует крупные площади земельные, сельскохозяйственные, и не всегда их эффективно используют. Мы должны в этом законе предусмотреть эффективность использования сельскохозяйственных земель. То есть вопрос этот настолько многогранный, широкий, и он очень чувствительный для людей, что пренебрегать этим, конечно, было бы неправильно. Было бы, наверное, неправильно, если бы вы мне сказали, вернее, справедливый был бы вопрос с вашей стороны, если бы вы мне сказали, почему вы пренебрегаете точкой зрения людей, это было бы справедливо. Я не хочу пренебрегать. Я категорически против того, чтобы точка зрения людей не учитывалась при принятии таких стратегически важных решений. Господин президент, вот вы говорили, что на краю пропасти 2010-х год, что вот вы пришли, было очень трудно, но, правда, вы работали премьер-министром и в правительстве президента Кучмы, и также премьер-министром в правительстве президента Ющенко. А что же такого произошло? То есть на вас тоже есть некая часть ответственности за 2010-й год? Вы знаете, я, Савик, я с удовольствием вспоминаю эти времена, когда я работал в правительстве в 2002-м, 2004-м году, 2006-м и 2007-м. Мне не стыдно за это время и за мою команду, мне не стыдно, которая вместе со мной работала. Нам действительно удалось тогда многого достичь. И мы нашим правонаследникам, правоприемникам, мы им оставляли полные счета в казначействе, мы оставляли хорошую экономику. Достаточно вспомнить 2004-й год, 12,5% был рост ВВП, а уже в 2005-м рухнул. Об этом очень много писалось, говорилось. Аналогичная ситуация была в 2006-м году, когда мы приняли у Юрия Еханурова, как говорят, дела. Хотя Ехануров, я должен отдать ему должное, он пошел по правильному пути. Как профессионал, он, я скажу, работал достаточно эффективно. Достаточно эффективно. Мы подхватили эту работу и ее усилили. И уже в 2007-м году был рост значительной экономики. И мы готовы были начинать реформы в 2007-м году. Но потом, это провокация, которая была сделана против страны, не против Януковича. Вы имеете одно досрочные выборы? Досрочные выборы, да. Она закончилась тем, что страна, как говорится, оказалась голым задним местом перед кризисом. В 2008-м году, в результате тех расприй, которые были в той власти, мы оказались незащищенными. И 2008-й год, он, конечно, очень жестко ударил, и Украина просто рухнула. Рухнула экономика, промышленность. Ну, более 20% упала промышленность. Это, как говорят, как во время войны. Простите, пожалуйста, Виктор Фёдорович. Знаете, как говорят, кто старые помянет, тому глаз вон. Давайте не будем вспоминать, может быть, о далеком прошлом. Да, мне напомнил об этом наш с вами коллега. Один из виноват на адресу колишнего министра внутренних справ и одного из лидеров опозиции Юрия Луценко, в частности, в том, что он своего времени перевитратил бюджетные деньги на святкувание Дня Милиции. Вы уверены в том, что все выдатки на получение администрации президента, других служб, связанных с обеспечением вашей деятельности, это рациональное использование финансовых ресурсов. И что до святкуваний. Я недавно был на святкувании в Палаце Украины Дня Соборности и Свободы. Вы считаете, что нам до сих пор нужны такие заходы? И с урочистым концертом, и с приездом людей из разных областей? Все, что касается использования бюджетных денег, в любом случае, в любом случае, в любом случае, это вопрос о законе. Если есть преступление о законе, то должны отвечать. Выставки должны делать те, кто у нас смотрит за выполнением законов, прокуроры и суды. Если будут любые сигналы о использовании бюджетных денег за межами законов, я буду реагировать всегда. Я очень принципово к этому отношусь. Ну, а вот эти заходы радянского штибу, сборы, по суті, партійно-господарского актива, какие идут деньги и в Киеве, и в областях, и в районах? Вы знаете, что без святкувания таких знаковых событий и свят в никакой стране мира не обходится так. Тобто, святкують по-різному. Да, по-різному святкують. Есть разные культурные традиции, есть традиции государственные. Можливо, их нужно делать коррективы. Можливо, я с этим согласен. Вот мне, например, сегодня, у меня была короткая встреча с ветеранами Збройных сил. Я даже попросил, вернее, они меня попросили, чтобы не было прессы. Кажут, мы хотим с вами по душам поговорить, чтобы не было прессы, чтобы вы от нас почули то, что мы хотим вам сказать, и вы имели возможность нам сказать свое слово. И я с ними мав такую встречу сьогоднюю. Они мне задали вопрос, Виктор Федорович. Ну, мы ожидаем, когда будет в Украине святкуваться свято Збройных сил. Когда мы можем почути, что нас держава ценует. Вы знаете, я вибочил, я вимушен был вибочиться перед ними. Я сказал, вы меня вибачьте, что мы не проводим таких державных заходов. Мы запланували відвідание військовых частей, и так далее, и так далее. Безусловно, будут зібраня такого загальнодержавного. Зібраня не будет. А они говорят, мы, військовослужбовцы, мы хотим, чтобы это так было. Это первое. Другое. Приберите ту абревиатуру, которая есть. Сегодня нам ее навязали, мы ее не понимаем. Мы так нас не выховывали. С наших войск.